Нет, вообще работой компании полностью довольны. Машина автоматически завистла на СВХ. Разница сразу. Процентов на 30 однозначно. Порог крашеный. У нас, соответственно, паника. Как делать, что делать. Вот у нас по вот этой машине это вообще сюрприз. Недобросовестных продавцов очень большое количество. У ней была замена капота. Вы не переживайте, самое главное. На всех этапах это вообще все четко. Ориентировочно 800 тысяч, 770-800 тысяч. Всем привет. Максим Акерафта. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Знакомлю вас с нашим заказчиком Владимир. Владимир уже не первый автомобиль у нас заказывает. Вот, семью заказали уже. И сегодня Владимир со своим братом приехали из Читы. Мы приехали из Читы забирать два прекрасных вот таких автомобиля. Покупали вообще мы три автомобиля зашли. Точнее в этот раз три. Прошлый год покупали автомобиль. А третий где? А третий уже человек забрал. Он у нас, получается, это был Toyota Prius Alpha. 2014 года мы его взяли. С пробегом 94 тысячи. Весь целый абсолютно. Ни подкрасов, ни замен не было. Зашел в миллион рублей. Комплектация S-Uni Black. Семиместный. То есть, ну, цена ниже рынка примерно где-то в 300 тысяч. Да, мне понравилось, знаете, что вы сказали? То, что вот такой у вас будет стоять 900... 900-950 тысяч будет. В Чите это будет стоять. Машина зашла у нас просто... То, что заходило изначально в 530, бюджет 540 был. Но тут, получается, фракта просто улетели в космос. Лаборатория СВХ подорожала. То есть, все это продолжало и плюс перестой, как говорится, на машинах. Вот она в 650, у нас цена будет примерно ориентировочно 900 тысяч. То же самое аналогично вот с этим автомобилем получилось. Тоже цена будет примерно где-то в 900 тысяч. 900 даже плюс, даже до миллиона дойдет это вот за 9-й год. Владимир, призовите, призовите своих... Товарищи? Ну, просто, наверное, как, ну не сказать, не товарищ, как сказать, земляков. Да, земляки, земляки. Ребята, вот обратите внимание на работу компании Кира Авто. Как бы, потому что ребята все работают четко. Работа понравилась. Мы уже работали просто неоднократно. Ребята все свою работу знают четко. Всегда все отвечает, все по полочкам. Допустим, Константин, он занимается подбором, допустим, автомобилей. И Елена это занимается просто документами. У нас был нюанс просто через Почту России решили отправить документы, копию паспорта. Соответственно, курьер, видимо, не приехал, просто забил по большому счету. Написали, что не работал офис. Все, мы все делов не знаем. У нас, соответственно, паника. Как делать, что делать. Позвонили Елене, она говорит, не переживайте, мы приедем, заберем. Все, вы не переживайте, самое главное. На всех этапах это вообще все четко. С Иваном тоже. Где машина? Там-то, там-то, то есть, причем Константин, допустим, нам отвечал даже было в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. Человек работает прям вообще с Иваном. Мы перед отъездом тоже разговаривали с Александром по ПТС, который тоже человек отвечает спокойно. В 12 часов ночи ты ему звонишь. У нас бы тебя отправили, направление указали, куда идти. Нет, вообще работой компании полностью довольны. Вообще сейчас в офис мы приехали, ребята все вежливо, все культурно сразу. Кофе, чай, что хотите. Все вообще, все шикарно вообще. Владимир, я вот, классно, вот спасибо большое, что прям нас нахвалили. Я даже как-то, я не знаю, вспотел немножко, но все так классно. Я вот что хотел, вот именно тот момент, что у вас там машины дороже стоят? Дороже, дороже. И вот я хотел, чтобы вы призывали своих земляков, да, к примеру, люди, которые думают заказать, не заказать. В чем плюс того, что машины заказывают именно под заказ? То есть люди платят, но не видят еще своих машин. Но насколько они дешевле выходят, получается? Они дешевле примерно, ну я должен сразу сказать, всем землякам, вообще, наверное, всем даже зрителям канала, кто будет нас смотреть, ребята из других регионов, очень много. Разница сразу, вот вам даже скажу, процентов на 30 однозначно от цены будет, которая у вас в городе. Просто многие смотрят по низу рынка, даже вот по дробу, по самый низ. Ребята, там будет просто все печально. У меня друзья занимаются просто в этой сфере очень плотно, сами возят машины с аукционов в Японию. Даже когда я себе 4 года назад вез машину с аукционов, они сразу сказали, мы тебе не повезем, обращайся в какую-то компанию. Почему? Потому что геморроя очень много. У них вот сейчас стоит на СВХ машину, которую они купили в мае месяце, Toyota Viz у них. Машина стоит полтора месяца, перестой в ней уже. Она полтора месяца на СВХ, просто потеряли документы с нее. Банально. Ничего себе. Какой там будет перестой? То есть, я говорю, ну пожалуйста, можете сами привезти через тоже СБТ, зайти в тарифы, посмотреть. И оно не факт будет, что оно будет дешевле у вас, самому привезти ее. С ума сойти. А вот вопрос такой, вы сколько уже через нас машин привезли? Вот это уже получается четвертая у нас, вот это так, раз, два, три, это уже 4 машины получает. Ну плюс ребятам еще я помогал, они сами на своем смартфоне заключали договора, ну я им помогал, но порядка, наверное, где-то 9-10 автомобилей. Знаете, вот у меня какой вопрос назрел. Вот эти вот машины, которые приходили, люди получали их. Ну мы все знаем, что сейчас есть такая проблема, иногда аукцион не досматривает, как будто бы специально. Нет, может быть. Вот было что-нибудь вот так, чтобы люди прям расстроились, там машина пришла, ну к примеру, вот у вас Коцкая есть, она сбоку. Нет, но мы ее видели, как бы мы вот к этой Коцке, допустим, мы были готовы. Нет, к примеру, я то, что, например, ее не было на аукционике, а раз она пришла с этой Коцкой, вот что-нибудь такое было у вас? Нет, аналогичного не было. То есть не критично? Нет, критично не было. Допустим, я вам просто про свой пример расскажу. Вот у меня машина пришла 4,5 балла, просто замечаний инспектора вообще не было. Ну я просто сталкивался с работой кузовных мастеров, я знаю, как это работает. При полировке просто рукой я нашел шагрени-та на пороге. Начали тыкать толщиномером, порог крашеный. На аукционике этого не было указано. Но в целом состояние автомобиля прямо новое. То есть оно соответствует 4,5 баллам. Ну как бы вообще нареканий нет. Подкрасик нашли, да, такой? Да, но как бы дело в том, что это я сталкивался с этой работой, я знаю, как она выполнена. Простой обыватель, он никогда не найдет этого. Но в целом вообще общее состояние автомобиля, салона, оно будет соответствовать. Если машина 4,5 балла, она в целом будет все равно соответствовать этому. Опять же, вот она, R-ка стоит. Замена капота получается и багажника у них. С виду ты их никогда не скажешь. Вот мы сейчас искали даже, не могли найти следы, где снимался капот. Как инспектор увидел, что была замена капота, вообще непонятно. Ну ему сообщают. Как бы просто, остальное вообще просто замечаний нет абсолютно. Прямо мне порадовали сейчас. Да, да, да. Нет, работа компании вообще полностью понравилась, полностью устроила на всех этапах. Я говорю, ребята, всем советую, заказывайте вообще. Не пожалеете нисколько. Просто у нас проблема в чем? В том, что вот вы говорили, Иван там, Иван. У нас постоянно Ивана матерят все. Иван это наше последнее слабое звено. А потому что он, понимаете, Максим, должен сказать, допустим, как у нас получилось. Иван это последнее звено, когда он попал, то что фракт вырос в 450 долларов. И машина получается, мы считали уже даже 1200 долларов. Машина бах, он нам выставляет фракт. Полторы тысячи долларов, сразу вопрос. Так, ага. Как бы Павел сразу такой говорит, так, почему полторы, там 1200 же было. Ладно, я знаю, что компания Mirai Line нас везла. Захожу к ним на сайт, пожалуйста, тарифы. Полторы тысячи долларов фракт. Хотите конструктор, ребята? 2150 долларов, держите просто. Вот и все. Ну, то есть, да, вот даже если люди расстраиваются, сердятся в нашу сторону, можно все же на сайте проверить. Это да, да. Оно все проверяется, пожалуйста, позвоните в компанию JAL, зайдите к ним на сайт. Это все есть. Тем же Аксисом, допустим, кто везет. Позвоните в JAL, смешно звучит. Тогда никто не дозванивается. Нет, если хотите, когда вы приедете за автомобилем, то есть всем рекомендую, в принципе, даже. То есть, вот все вот эти нюансы, которые, да не только, в принципе, можно даже японскую сторону всю посмотреть, где эти расходы, если человек захочет. Как бы, ну, все честно, нигде никаких подводных камней нет, за исключением других компаний. Просто я первую машину вез через другую компанию, но тоже большая компания. Известным Владивостокским блогером она была. Про пиарено, можно так сказать. Но тоже ребята сработали четко, классно. Потому что был такой нюанс. Опять же, всем порекомендую везти через проверенную компанию, обязательно автомобиль. У вас, ребята, могут возникнуть большие проблемы. Вот у нас, допустим, когда я вез первую машину, выставлены были три бумажки. Код бюджетной классификации всех разный, в одну цифру разница. При оплате в банке перепутали код бюджетной классификации. Деньги все упали на счет, где надо было заплатить тысячу. Все 200 тысяч улетели туда. Машина автоматически зависла на СВХ. Но компания, единственное, взяла на себя эти все риски. Они заплатили поршину, чтобы машину быстрее выгнать с СВХ. Соответственно, вот у Василия, допустим, у брата нашего прошлый год, кто заказывал у вас тоже Fit Shuttle. Про него, кстати, есть ролик на Ютубе. Максим, может быть, вам ссылочку там ребята оставят всем, посмотрите. Как бы у него машина вообще не прошла лабораторию. Из-за того, что их прикурили, загорелся чек, все. В других компаниях, не знаю. Но, наверное, вряд ли кто-то бесплатно вам будет ее гонять на лабораторию, там еще что-то делать. Здесь, пожалуйста, ребята сгоняли, сами сделали, сами устранили. Это все вообще. Все четко. Не, ну у нас правда, ребята, вот в плане каких-то... Вот даже у Вас лампочка, да? Да, вот на приедении. На стопе сейчас ее должны вот-вот уже привезти, потому что тоже ситуация, что лабораторию... Вот просто нет ламп, лампочка перегорела на стопе, все, машина, получается, лабораторию не пройдет. Вот сейчас лампочку поменяем, все это сделаем. Просто машина когда вот на днях, да, выпустилась? Так, она у нас выпустилась, по-моему, во вторник или в среду. Где-то вот в этих... Ну вы просто Ивану позвонили, он говорит, все, машина вышла. Я говорю, все, мы покупаем билеты. Мы полетели, потому что машины ждали довольно долго. Ну, мы все понимаем. Вот у нас по вот этой машине это вообще сюрприз. Она должна была у нас вообще получать. Мы ее купили 1 июля. Константин сразу сказал, примерно где-то на Ангаре пойдет, когда Ангара потом загорелась. Ладно, мы перекрестились, все, ладно, пусть она стоит дальше. Мы ее купили 1 июля, и сразу же она в порт у нас пришла. Быстро, очень. Мы даже не ожидали вообще такого. Потом она у нас встала на погрузку на судно Проспор, которая получила пробоину, у нее первый ярус весь утонул, то значит... А ее банально просто товарищи в Таямин, там работают наши товарищи, никто не отрицает, они ее просто забыли загрузить. И то есть у нас машина вот эта, это вообще это приключение. Но машина классная. Конечно, кто не знает, все начинают там, ну, тоже переживать. Вот у нас Алексей, допустим, с Prius Alpha, который покупал. Он, где машина, что? Я говорю, да придет, она не переживает, все. Как идет. Да, она пришла, человек сам приехал ее забирать, конечно, забрал. Там вообще машина пришла, когда даже вот ажиотаж этот весь был, она за 2 месяца пришла, растаможилась. Вообще все, все четко. Ну, вот у нас заказчик сейчас машину забирает, тоже хотим ролик с ним снять. Он говорит, меньше месяца пришла машина. Да, да, да. Нет, сейчас как бы вообще оно в целом быстро идет. Я вот просто смотрю. Ну, опять же, загрузка по порту. Вот мы вчера ходили по Морвокзалу. Прям просто машинами все заставлено, вот просто. Это вы только в районе Морвокзала? Да, да, да. В прошлый год мы, когда везли Fiat Shuttle, расходы, то есть это вот СВХ, лаборатория, СБКТС, все вот это услуги брокера, примерно было в районе где-то 45-43 тысячи рублей. Сейчас это ориентировочно, то есть это с фрактом даже было, который был год назад 220, потом 260 долларов. Сейчас, когда вспоминаешь такие цифры, конечно, прям не верится, что такие цены были. Сейчас на нашей стороне, получается, по 200 тысяч расходы выплывают сразу. Это вот фракт, СВХ, лаборатория, то есть СВХ однозначно почти все с перестоем попадают. Причем цены такие, допустим, если перестой был год назад 300-400 рублей, сейчас это 3-4 тысячи в сутки. Да, то есть это вообще там сумасшедшая сумма, конечно, получается. Я сейчас себе, в пример, ставлю, я 11 тысяч СВХ заплатил. Да, просто с ребятами, вот в поезде ехали, мы с ними разговаривали, все аналогично, все просто кто-то говорит, вот там мы попали на деньги, там. Да, ребята, ну все попали в эту ситуацию. И причем самое интересное, дешевле машина уже не будет. Это однозначно. Вот бесполезно как бы. Ну, оно все равно дешевле. Мы вчера сидели, мониторили Владивостокский дром. Допустим, вот этот автомобиль зашел 650, вот этот тоже аналогично в эту же сумму зашел. Они примерно там плюс-минус, грубо говоря, там в 5 тысяч залетели. Но за 650 здесь вообще ничего нет. В таком состоянии никогда. В таком состоянии даже близко, близко, близко. И даже здесь во Владивостоке это будет ориентировочно 800 тысяч, 770-800 тысяч. Вот это тоже G-Aero комплектация. То есть вам полирнут фары, покрасят бампер. То есть 800 рублей он будет здесь стоять. Здесь во Владивостоке тоже. Соответственно, выбор, конечно, за каждым. Единственное, во Владивостоке вы можете приехать, допустим, на зеленке прийти, пощупать эту машину, что она есть в наличии. У нас были просто случаи, допустим, ребята приезжали, им даже скидывали ссылку, номер кузова. Они ее пробивали по Алиаду. Машина, да, 4-х бальная, все. Приезжают на рынок, вот она машина. Номер кузова начинает сверять. Номер кузова не тот. С левой машины просто где-то в порту ее сфотовали, нашли ее, сфотографировали. Человек пробивает. А машина-то уже не 70 тысяч заявлено на пробег, а 270. Машина абсолютно другая. А он уже приехал, он на эту сумму рассчитывает. И на эту машину рассчитывает. И на эту машину рассчитывает. И он пошел по рынку, видит, что он за свои деньги уже ничего вообще взять не может. Соответственно, он ее покупает. И потом у него, соответственно, негативный отзыв. А вообще в целом об этом бизнесе, да? Да. И поэтому, как бы, многие сталкиваются вот с этим. То, что недобросовестных продавцов очень большое количество. То же самое, что я вот сейчас поедем на авторынок «Зеленый угол», тоже купили сыновый мопед дистанционно, тоже нашли компанию, занимается привозом. Продавец вообще классный. Тоже сразу сказал, говорит, вот есть, допустим, за вот эту сумму, но пробег реальный. 5 тысяч на мопеде пробег. Тоже вот есть, подешевле хотите, в половину. Прям цена прям сразу в половину. Пробег, всем еще раз говорю, на мопеде 200 тысяч. 200 тысяч на мопеде. Реальный честный пробег. Вот представьте, какой моторесурс у техники, у японской. С ума сойти. Да, вот как бы, ну всем рекомендую еще раз. Пользуюсь моментом, во-первых, хочу самое главное, передать привет всем друзьям, родственникам. Всех перечислять, Максиму тоже. Потому что всех перечислять не буду. Очень большое количество у нас родственников, друзей, знакомых. С кем работали, с кем будем работать. Привет, хотим передать вооруженные силы. Мы потому что ехали в поезде, с нами попутчик нам попался, военнослужащий Тихоокеанского флота. Подводникам, в общем, хотим передать привет. Привет, Александр, мы помним про тебя. Всем рекомендуем, всем. Я понял, спасибо большое. Столько много сказали, я даже уже забыл, что хотел спросить. Скажите, пожалуйста, пробеги, состояния какие? Так, пробег у нас, значит, здесь 137 тысяч, ой, 134 тысячи пробег. Но нас это не пугает. Мы раньше, допустим, покупали на зеленке, вот, когда за автомобилями приезжали раньше. Пробег до 200 тысяч для Хонды это вообще, то есть мы считали, это нормальный пробег. Вот 200 тысяч. Многие боятся большого пробега. Особенно вот для Хонды, именно для L15A двигателя, пробег, то есть 130 тысяч, это нормально, это вообще нормально. Да, тем более состояние у него вообще, вообще просто отмена. Здесь у нас получается пробег 87 тысяч. Состояние тоже хорошее. То есть, как бы, просто когда на аукционе мы ее покупали, если пробег до 100 тысяч, цена будет такая уже прям, хотите подешевле, вот, ребята, пожалуйста, 137. Здесь у нас, значит, тут получается, это R-ка, у ней была замена капота и замена крышки багажника. Хотя сейчас мы открыли, посмотрели, визуально ты вообще не найдешь, как бы, то, что это все было. Никаких-то там замятостей, ничего, вот этого вообще нет. Это у нас 3 балла, аукцион тойотовский, ТА, Юкогама. У ней, получается, из замечаний, это мутные фары. Вот, получается, вот этот недостаток, ну, это мы уже к нему были все готовы. Ну, соответственно, полирнуть кузов маленечко, все равно, ну, в целом, хороший. Грязь в салоне, ну, грязь в салоне, там, просто 2 небольших, я не знаю, что там, японец грузил, может, не грузил. Прям, ну, буквально полчаса делов, оно уйдет. И подкрас у нее, получается, небольшой, но мы его искали, мы его не нашли. Да? Ничего себе. По задней арке, получается, подкрас, крыла, арка, крыла, как бы, вот этот переход. Но мы его искали, мы его не нашли, даже в каком он моменте. Ну, это, опять же, строгий аукцион, но, опять же, как он строгий. Мы вот Алексею подбирали, Toyota Prius Alpha, когда, был вариант, на ТА стоял 4,5 балла у машины. Единственное, пробег был 20 тысяч, 4,5 балла. Но замена крыла, капота, перекрас обеих дверей. Вот это 4,5 балла. Сумма сойти. Строгий аукцион, ребята. Строгий аукцион, ребята, то есть, как бы, тут оно не угадаешь. Конечно, можно и R-ку, не всех призываю, прям, ребята, покупайте R-ки, там может совсем печально все прийти. Опять же, когда Fit Shuttle мы подбирали, был вариант 4-х бальный. Вся прям машина шикарная, вообще четко все. Замечание там, ну, что-то натыкано, А1, О1, прям вот непонятно где. Заказываем перевод аукционного листа. Ребята, обязательно заказывайте все переводы аукционного листа. Обязательно. Потому что, когда мы заказали перевод аукционного листа, там волосы стали дыбом. Следы ремонта, значит, по всем стойкам абсолютно, по автомобилю. Полы, складки на полах у них, значит, складки в двери багажника, складки под багажник. Просто там сразу мы говорим, ой-ой-ой. Плюс неприятный запах в салоне. Компания Акира Авто, вообще, всем рекомендую, все четко. То есть, сами повезете, ребята, на свой страх и риск. Можете попасть на такие довольно неприятные моменты. Нет, ну, на самом деле, чем больше возишь, тем больше сюрпризов видишь. Потому что, ну, Япония, да, они, это же, это же бэушка, бэушка получается. Да, да, да. Ну, спасибо вам большое. Наговорили мы столько с вами сегодня, сколько еще никогда не наговаривали. В сумме за все ролики. Ну, потому что мы ехали довольны, когда увидели автомобили, вообще довольны состоянием. Конечно, мы ожидали состояние, если честно, чуть-чуть похуже. Чуть-чуть. Но мы к этому ко всему были готовы, как бы. То, что придется сделать полировку, то, что придется сделать химчистку, здесь подкрасить. Мы к этому ко всему были готовы. Но, опять же, за вот этот бюджет вы ничего не купите. Да, придется подождать, маленечко. Но дешевле вы однозначно не возьмете. Круто, круто. Просто, как бы, ребята, всем рекомендую. Спасибо большое. Валер, спасибо огромное. Все. Спасибо.